Футбольные клубы Владивостока и Иркутска встречались в российских турнирах 27 раз, в советских почти втрое больше. Перевес побед на стороне желто-синих. Клубу Байкал, который основан в 2009-м, приморцы не проигрывали ни разу. С первых минут гости не задумывались о былых заслугах приморцев в очных встречах. Нападающий иркутян Дмитрий Ахба дважды мог отличиться в дебюте матча. Хозяевам в этих моментах не везло. Наставник желто-синих позже признался, первый тайм добавил седых волос тренерскому штабу и руководству приморского клуба. Любому сопернику сейчас в ФНЛ противостоять очень сложно. Вы сегодня видели, команда находится в зоне вылета, а сопротивление нам такое оказалось, что очень сложно было. Иван Столбовой, специалист по Байкалу, забивал иркутянам неоднократно. Форвард Луча подкарауливал соперника, сначала пристреливался, а на 29-й минуте на грани офсайда убежал на рандеву с галкипером гостей и красиво забил с острого угла. Мы понимали прекрасно, что домашняя игра – это очень важно для нас, потому что ехать сейчас очень сложный выезд. Долго будем на выезде, три игры играть, и надо было обязательно эти три очка нам кровь из носа выиграть. То, что мы сделали, и мы очень довольны. Настроение теперь будет хорошее, а не то, что после двух поражений наших. Гости пробовали отыграться во втором тайме, но вышедшие на замену игроки Луча вновь прижали иркутян к их воротам. После игры Байкалу оставалось признать, что в выездных матчах нужно ответственнее относиться к моментам у ворот соперника. Мы еще не можем никак переломить именно на выезде сейчас. Понимание того, что пока мы не будем забивать, очень тяжело брать очки. Лучу предстоит продолжительное турне в Санкт-Петербург, Тулу и Тосно. Три матча с клубами этих городов. Желто-синие вернутся домой в конце сентября. Павел Зайцев, Александр Каноненко, Панорама.